Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И у меня достаточно много собралось разных товаров, материалов со скрабукинга и просто каких-то констоваров, поэтому я решила их собрать воедино и вам показать. Какие-то покупки были совершены совершенно недавно, это вот в феврале, а какие-то даже с декабря или ноября прошлого года. Все как-то я забывала вам показать их. Поэтому давайте, время настало и всем приятного просмотра! Та-дам! И давайте начнем вот с таких маленьких коробочек. Я думаю, они всеми известны. Это коробочки с фикс-прайса. Мне они нужны были, чтобы разобрать все свои полужемчужины, потому что у меня в маленьких пакетиках и с вершиной мне удобно пользоваться. И также братики, разные подвесочки и так далее. Вот так у меня все получилось. Не знаю, так если видно. Паста для лепки от FIMA Air Basic. Хотела взять другую, которая известная, но она не продавалась в Леонардо. Была только вот такая. Мне нужна была, которая самозатвердевающая. На подходе у меня были молдики артузоровские, которые, кстати, вам показывала видео. Я оставлю ссылку внизу. Мне очень понравилось. Здесь большой кусок. Стоила она где-то в районе 200-250 рублей. Здесь 500 грамм. Были разные цвета. Я выбрала именно белую. Все, отлично. Самое главное, после того, как вы открыли, надо обязательно ее сложить вот в такой прозрачный пакетик и хорошо замотать, чтобы не попало много воздуха. А то он у вас затвердеет. Вот такой набор из трех ножниц. Это фирма X-Cut. Одни это самые большие, которые могут резать там картон. Вторые называются для вырезания. И третьи просто обычные маленькие. Что могу сказать? Мне они очень понравились. Отлично режут. Они очень легко вот так открываются и закрываются. Потому что у меня до этого были обычные, которые покупала там в Ашане. И вот это просто с такой натугой надо их вот раскрывать. Просто вот рука болит. И вот эти для вырезания, они очень классные. Когда вот вырезаете какие-то мелкие детали, они совершенно вам не рвут бумагу, не заминают ее. Это супер. Берет спокойненько картон или тонкую стопку бумаг. Прям супер. Я довольна. Далее вот такой коврик от Ducrafts Stick It. Это для горячего пистолета. Потому что у меня, например, когда он у меня работает, да, начинаем им пользоваться. Кладешь его на стол и клей вот этот потихоньку так вытекает. Надо поставлять какие-то бумажечки. А это специально для такого горячего пистолета, чтобы он вам не портил поверхность. И плюс также можно, например, если вы пользуетесь обычным клеем, да, например, клеем-карандашом, чтобы что-то не пачкать, просто берете, намазываете и потом легко стираете. Вот такой резиновый коврик. Так что отличный, суперский. Стоил он недорого. 350 рублей. Та-да-да-дам! Таран-даран-даран-даран-даран. Я не знаю. Кто еще может так радоваться доске для беговки, если только не скраперы? Я невероятно ей рада. Помните, да, я снимала видео, также оставлю ссылочку на это видео про то, что я мучаюсь, какую же мне выбрать доску для беговки. И я купила уже одну от рукоделия. Она ужаснейшая просто. На ней пользоваться невозможно. Выбирала, выбирала. Выбрала все-таки эту. Так как с дюймами я не дружу. И нет, это не для меня. Мне нужна была только в сантиметрах обязательно. И я остановила свой взор на скорбал. И я довольна. Конечно, в ней есть минус. Знаете, так у противники минус. А здесь у нас желобки идут практически постоянно через сантиметр. Есть, конечно, в самом начале и в конце, где-то в серединке, где разбивка по полсантиметра. Но основная это сантиметр. Конечно, это немножко неудобно. Приходится там как-то изворачиваться и искать. Но это вообще не замечаешь, когда понимаешь, что она просто крутая. Она и с тонкой бумагой, и с толстым картоном. Легко вам проведет ровную линию. Не будет соскакивать у вас палочка никуда. Также палочка прикреплена, и она у вас никуда не денется. В отличие от рукоделия, которую ищешь, куда же она задевалась. Отличнейшее. Рекомендую просто. Сюда входит скраб-бумага 30 на 30. Ура! Еще такая большая штуковина. Далее, X-CAD тоже. Это стеклянный коврик для резки. Тоже давно хотела. Знаете, в чем он крутой? Вот вы его положили, да? Например, вам надо поработать с красками. Спокойненько здесь рисуете. Если у вас, например, что-то вышло за край, ничего страшного. Протерли тряпочкой. Если вы пшикаете спреями, попал на стекло, протерли. Если у вас клей момент протек на обычный маль для резки, то все, такая дыра толстая. И он полностью испорчен. Здесь леете, не леете, это стекло. С ним ничего не будет. Вот, отличная вещь. Я взяла размер 31 на 31. Супер классная вещь. Мне очень нравится. Одно, конечно, немножко сложновато сначала резать на нем. Потому что он все-таки скользкий. И бумага хочет куда-то там убежать. Но мне он нужен был именно для того, чтобы здесь клеить, здесь рисовать. И отлично. Наркомашки. Да. Конечно, когда покупаете вы упаковку, клей момента на вас смотрит просто как на психованную. Типа, вам коробка зачем? Не понять скраперов. Я именно пользуюсь не классическим, а вот именно гелем. Не знаю почему. Вот классическому как-то я с ним не сдружилась. Он для меня больно жидкий. Вот как-то бумага вся елозит. Не знаю. Гель он как-то лучше по мне. Лучше схватывает. Но нравится мне с ним больше работать, чем с тем. Поэтому схватила его. Вот такая у меня фотобумага. Это фотобумага глянцевая самоклеющая. Именно вот от Дексп. Фирмы Дексп. Надеюсь, правильно ее читаю. Очень мне нравится она. Здесь достаточно плотная. 150 граммов на метр. 50 листов. А4. Она намного лучше, чем Ламонт. Ламонт какая-то кострюменькая, тоненькая. По крайней мере, которую я покупала. И прям вот она вот такая. И она немножко подешевле, чем эта. Кстати, это раньше что? 350. И вот только, не знаю, за месяц она выросла на 100 рублей. Стало уже 450. И то в наличии она бывает очень редко. Часто я делаю у нее предзаказ. Например, сейчас я хотела купить матовую. Нет. Будет только через неделю. Буду ждать. Я хожу в фотосалон. Дома у меня принтера нет. И так как прихожу со своей бумагой, то мне прогон стоит 8 рублей. Если я печатаю от 100 листов, то 6 рублей. Печатаю я на ней все. И картинки, и фотографии. Вот. И фотографии я буду вот фотопапку в следующую клеить. Так что отлично взяла сразу две упаковки. Такой набор бумаги я взяла. Это у нас идет картон. 160 грамм. От IQ. И вот здесь у нас 5 цветов. Беру я именно вот такой наборчик. Эта бумага у меня идет в основном только для фотопапок. Беру я специально вот такой набор из 5 цветов. Так как я не знаю, какого цвета у меня будет следующая фотопапка. А на какую тематику. Поэтому мне легче вот купить такими наборчиками. Потом я уже буду подбирать. Так как отдельно у нас продаются, конечно, вот такие большие стопки. В наборе идет 500 листов. И стоит это около 800 рублей. Но там цветов очень много. И все они понедельникам нужны. И ты просто разоришься на этой бумаге. Поэтому легче брать вот такие наборчики. Здесь 100 листов. 5 цветов. По 20 листов каждого цвета. Я взяла сразу 3 набора, чтобы не мучиться. И как раз 60 листов вам на фотопапку хватает. Иногда там 40. Ну, в зависимости от того, какого объема у вас папка. Этот набор где-то в районе 360 рублей. Продается он у нас в нескольких местах. Можно найти в метро и в констоварах. Кто-то меня просто по этому поводу спрашивал. Вот такие были у меня покупочки. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи. Пока-пока.